Губернатор Игорь Руденя поддерживает инициативу о переименовании проспекта 50 лет октября в Твери в проспект имени Николая Корыткова. Об этом глава региона сообщил в прямом эфире на телеканале «Россия-24». Тему продолжит наш корреспондент. Николай Корытков возглавлял регион с 1960 по 1978 год. За 18 лет его работы в области появилось несколько предприятий. Были построены новые микрорайоны, театры, цирк, вузы и областная больница в Твери. Выросло сельскохозяйственное производство. С достигнутой высокей успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства Калининская область в 1966 году была награждена высшей наградой – Орденом Ленина. А город Калинин в 1971 году – Орденом Трудового Красного Знамени. Николай Корытков, почетный гражданин Твери, имеет множество наград. Его имя занесено в Золотую книгу Твери. Я считаю, что Николай Гаврилович – это человек, который один из тех руководителей, который сделал очень много для развития Тверской области. И те, кто постарше нас, старшее поколение, они прекрасно помнят это время, когда развивалась Калининская область вместе со всей страной. И Николай Гаврилович – это человек, который, наверное, сформировал сегодняшний облик, основной такой, так сказать, костяк экономики нашего региона. Напомним, что с инициативы переименования проспекта выступила Ассоциация Тверских землячеств в преддверии 110-летия со дня рождения Николая Корыткова. Хайдатоство рассмотрели на заседании комиссии по топонимике и было принято положительное решение. На улицах областной столицы мы спросили у жителей Твери их мнение по переименованию проспекта. Я считаю, это разумная мысль. Он в свое время очень много для области сделал. Это был один из самых сильных губернаторов еще при советской власти. Ну, корытка много сделал для города, нормально. Общество же у нас разное. Кто-то у одних одно мнение, у других другое. Поэтому лучше решить методом опроса. По мнению руководителя регионального отделения Всероссийского общественного движения, волонтера Победы Анны Филимоновой, Тверская молодежь будет лучше знать историю родного края через имена людей, которые внесли большой личный вклад в развитие областного центра и всего Верхневолжья. Я за то, чтобы как раз таки проспект 50 лет Октября назывался проспектом Николая Корыткова. К сожалению, современная молодежь мало знает таких людей, кто возглавлял наш регион 18 лет. А ведь Николай Гаврилович действительно очень много внес, что в наш регион. Это были открыты и больницы, и цирк, и театры, также большое развитие промышленности. Другие представители молодежных движений Тверской области также согласны с идеей изменить название проспекта 50 лет Октября. Положительно к этому отношусь. Это тот человек, который на протяжении долгих 18 лет работал на благо нашей Тверской области. При нем у нас открылся новый больничный комплекс в нашей областной клинической больнице. Также было построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Специалисты утверждают, что для жильцов, которые зарегистрированы по адресу проспект 50 лет Октября, после переименования не возникнет никаких сложностей. Замены паспортов и внесение изменений в ранее выданные документы в этом случае не потребуется. Обновление коснется лишь адресных табличек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok